Девушки отдыхают Ничего не зная о том, что кто-то плеснул ему в лицо кислотой Вы же понимаете, что несете уголовную ответственность за дачу ложных показаний? Безусловно. Но вы к чему-то клоните, правда? Вы единственная, у кого был веский мотив для мести По словам одной его знакомой, между вами в момент расставания Произошел конфликт Молодой человек, ой, простите, Степан Викторович Так вот, Степан Викторович Люди расстаются потому, что между ними возникают конфликты Недопонимание, их отношения исчерпали себя И в данном случае это скорее у Георгия был мотив Плеснуть мне в лицо кислотой, а не у меня А вы можете обосновать? Безусловно. Я разлюбила Георгия, это я его бросила, а не он меня С меня просто спали розовые очки Я посмотрела на наши отношения с другой стороны И отчетливо увидела, что его интересую не я, а мои деньги Вот поэтому мне незачем было его наказывать Он сам себя наказал, так как прекратился доступ к моим деньгам Но вы же, я так понимаю, его любили? Его знакомые утверждают, что вы узнали о его изменах А ревнивая женщина способна на многое Ну да, теоретически, а практически нет Послушайте, мне уже не 20 лет Я прожила большую жизнь Я усвоила прописную истину Ни один мужчина не стоит того, чтобы ломать из-за него свою жизнь Если вы расстались, переступи через него И иди дальше В новую жизнь Есть еще вопросы? Ну что, молодец, Сергей Я надеюсь, этот Альфонс усвоит урок и больше не будет соваться к моей теще Хотя Теперь при его обновленной физиоморде Сергей, я вообще сомневаюсь, что на него какая-нибудь баба клюнет, да? Ну, верно, подметили, шеф Ну-ка, выйди, Сергей Мне нужно с зятем поговорить А я предупреждал Что у вас от этого Жоржика будут одни проблемы Предупреждал, но кто меня в этом доме вообще когда слушал? Как удалось пообщаться со следователем? Объяснили ему, что вы не имеете никакого отношения к этому мальчику по вызову? Объяснила Теперь ты мне объясни Зачем ты приказал Плеснуть в лицо Георгию кислотой? Я тебя разве об этом простила? Я вообще не понимаю, о чем речь Да все ты понимаешь Все ты прекрасно понимаешь Я прожила 40 лет Со своим мужем и знаю Какими методами он пользовался Знаю, чему он мог тебя обучить Значит так, Зубов Если из-за твоей выходки у меня будут неприятности Так и знай Я сдам тебя полиции Я просто так сказала На всякий случай Чтоб не совал нос, куда тебя не просят Катька Катька А что ты сразу не сказала, что мы знакомы? Да я хотела тебе сразу сказать, но мне стало стыдно За что? Ну как за что? Ну помнишь, мы в детстве ментами хотели стать Ну Уграли в лесу, штаб лишь Ну так вот, я тебя вижу Ты такой красавчик Осуществил нашу мечту А я что? По обратную сторону баррикад Ну хвастаться-то особо нечем Ну ты же не по своей вине Садись давай, чего стоишь как на допросе Ну это как посмотреть Я могла спокойно пойти работать продавщицей Как Элька А вместо этого начала по окнам лазить А почему твой крестный тебя нам не отдал? Мы бы о тебе позаботились лучше, чем эта Людмила Не хотела меня засветить Мы были в доме, когда убили родителей Угу, ты видела убийцу? Мельком Он меня тогда из дома увозил Они выбежали на дорогу, я лиц не успела рассмотреть Но они меня видели А твой крестный знает, кто это? Конечно знает Но он мне не говорит, он не хочет, чтобы я в это дело влезала Потому что боится, что человек, который убил родителей Может избавиться и от меня, как от свидетельницы А он имен мне называл? Нет Только говорит, что это очень опасный и влиятельный человек Но ничего, Мить, я все равно его найду Найду и отомщу Я тебе помогу Нет Это не твоя война Я не хочу, чтобы ты из-за меня подставлялся Давай я буду сам решать Подставляться мне или нет Митька Где у вас скорая, где? Улица Зеленая, около 45-го Это она во всем виновата Она Девушка, вы живы? Девушка Что с вами, родная? Очнитесь Почему моя жизнь? Постоянная боль. А ты что снимаешь? Нет, чтобы человеку помочь, придурок. Он беду снимает. Я ей помогаю. Или я сам попросил записать последний квест в его жизни для истории. Так вы что, знакомы? Ну точно, дебилы. Пропащее поколение. Очнитесь. Ой, ну слава богу, слава богу. Как ты себя чувствуешь, милая? Что такое? Живот, живот болит. Потерпи. Она беременна. Так ты что, специально под колеса кинулся? А ты хоть понимаешь, что за рулем беременная? А если она из-за тебя ребенка потеряет? Мы с брака вышли, в брак и войдем. Что? Придурок. А мы, мы все за свидетельствуем, что ты сам под машину кинулся. Ты понял? Потерпи. Потерпи, дорогая. Нет, нет, нет. Не нужно скорую. Мне нужно к моему врачу Эдуарду Карловичу. Сможешь позвонить? Да, да. Пусть меня к нему отвезут. Ой. Ой, давай, 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 милая. Ай. Тебе мороженое принести? Шоколадку? Я не ребенок. Я ничего не хочу. Оставь меня в покое. Познакомься. Дело всей моей жизни. Неофициальная часть расследования, которую я вела сама. Мама. И знаешь, что я с этим сделаю? То же самое, что сделал этот гаденыш Данила. С моими последними шестью годами жизни. Уничтожу. Успокойся. Все. Все. Он того не стоит. Вот именно. Не стоит. Столько лет потрачено впустую. Я ж только думала, как найти его убийцу. Дура. Она юридически и поступила. В следственной фактически на должность секретарши пошла. А все ради чего? Ради чего? Чтобы отомстить за того, кто этого не стоил? Уходи. 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 Давай, успокойся. Олесь, не надо. Я не хочу. Давай поговорим. Уходи. Уходи. Господи, а? Что же мне делать? Господи, что же делать? Ира, ну не нуди. Без тебя тошно. Ты не понимаешь? Я же всю свою жизнь на карту поставила ради тебя. Я тебя выбрала. Я самому Анненкову отказала. Хотя были там такие перспективы. Ну, какие перспективы? Он же женат. Ну и что, что женат? Зато он не инвалид. Скажи мне, ну что мне делать рядом со слепым художником? Мне же врач четко дал понять, что зрение уже не вернется. Как? Как не вернется? Да вот так вот, Жора. Не обижайся. Но нам с тобой не по пути. Я молодая, перспективная. У меня большое будущее. Я сиделкой быть не собираюсь. Прости. А и новую плазму я себе оставлю. Тебе она все равно уже не пригодится. Ира. Ира. Ну не уходи. Не бросай меня. Ир, это не честно. Ты не можешь. Я в тебя столько бабок втюхал. Не кричи. Это не Ира. Она убежала. А Жени? Ой, как же неприятно осознать, что человек, который был рядом, был только из-за денег. Евгения пришла позлорадствовать. Это ты все организовала. Да я тебя в тюрьме сгною. Да ты сдохнешь там. Как же нехорошо, Жор. Ну как же нехорошо. Мы с тобой не чужие люди были. Что касается этого инцидента с кислотой, то я к нему не имею никакого отношения. Мой тебе совет. Покопайся в своей памяти, вспомни. Может быть, ты кому-то насолил. Я думаю, что такие люди найдутся. Нет. Это все ты, стерва. Так я тебе и поверил. Ты хоть понимаешь, ты мне жизнь поломала. Да, больно. Так больно. А чужие жизни ломать не больно. Кстати, о фотографиях моих в стиле ню. Их больше не существует. Они уничтожены. Так что... Чао. Амори. Эжени. Ну подожди. Не уходи. Эжени. Ну хоть ты меня не бросай. Я не хотел. Надо было заказать этого подонка Даниила раньше. Как только узнал, что он казачок засланный. Ну тогда бы мы не смогли дать ему дезинформацию и выиграть крупный тендер. Ни один тендер не стоит счастья твоего ребенка. Опа. Тебя не учили в детстве, что подслушивать нехорошо. Заказывать людей тоже. Как-то не очень. Подожди. Только не надо морали. Я это делал в интересах дочери. Нельзя убить человека, в чьих-то интересах. Имей в виду, я тебя не буду покрывать. Ты не в ментовку собрался? Только учти, если что, тонуть вместе будем. Угу. Я никогда никого не убивал. Зато папенька твой отлично это делал. В истории с Данилом он меня полностью поддержал. И даже одолжил своего штатного киллера. Ты уверен, что хочешь, чтобы все об этом узнали? Или думаешь, Олеся от этого будет счастливее? Ну, вот мы и приехали. Помнишь этот дом? Обалдеть. Да, конечно, помню. Да, мы здесь каждое лето зависали. Тебе здесь будет хорошо. Да и до города недалеко. Да, главное, с твоими родителями тут не столкнуться. Тетя Света явно от меня не в восторге. Не столкнешься. Они редко сюда приезжают. Тем более, они фактически мне этот дом отдали. А что касается мамы, то она резко поменяет свое мнение, когда узнает, что ты ее любимая крестница. Ох, если бы ты знала, как она оплакивала тебя, когда думала, что ты умерла. Мить, давай ты никому не будешь про меня говорить. Пускай все останется как есть. Почему? Просто не хочу никого разочаровывать. Давай помогу. Ну, рано или поздно они все равно о тебе узнают. Пускай лучше это произойдет попозже. Ну, ты все помнишь. Спальня наверху, ну, а ты можешь здесь расположиться. Отец, кстати, сделал ванную комнату в доме. Так что, все удобства в наличии. Прям настоящий курорт. Да. Вот и побудь на этом курорте и постарайся в городе не светиться, ладно? Думаешь, там опасно? У прицарка осталось много щупалец? Думаю, достаточно. Это же наш. Привет. Странная ситуация, конечно. Да. Ты про запущенные квесты? Да, о них и о призраке в целом. Вроде бы и поймали его, и признательные показания есть, но осталось чувство недосказанности какой-то. Да у меня в голове тоже никак не укладывается. Дэн – это призрак. Там же есть много старых дел, которые по стилю очень похожи на призрака. Дэн тогда совсем ребенком был. Я бы скорее крестного призраки записала, но крестный по натуре не убийца. К тому же полчаса дня в тюрьме провел. Ну что, тебе, наверное, пора идти? Да. Спасибо, что помогаешь мне. Так рад, что ты жила. А я как рада. Митька. Мить. Ну все, давай, иди, а то... Да. Да, да, это я. Да, это моя жена. Как в больнице? Здравствуйте. Мне сказали, в адвокат. Судя по прикиду, дорогой, так что вряд ли бы с благотворительного фонда. А так вы мне не по карману. Зачем вы здесь? Я здесь по поручению моего клиента. Дениса Онищенко. Да? С каких это пор он обзавелся адвокатом? С тех самых пор, как его арестовали. Частично по вашей вине. Собственно, я здесь вот по какому вопросу. Мой клиент хочет, чтобы вы пролоббировали его интересы, перед определенной группой лиц, из-за которых он, собственно, и попал в неприятности. Если он куда и попал, так и исключительно по собственной дурости. Я тут не при делах. Разве? Вы знаете, что моего клиента арестовали по делу призрака? Он уже дал признательные показания, но он может их и забрать. Значит, это правда? Ты знала, что зять и отец заказали Данила? Ну, ты же прекрасно знал своего отца. Ты знал, что твой отец был очень решительным, очень жестким бизнесменом. Прибавь сюда еще криминал, жестокость и беспринципность. Вот это портрет твоего отца. Поэтому я, я не могла слова сказать против. Считай, что у меня срабатывал инстинкт самосохранения. Но почему я ничего об этом не знал? Потому что, потому что твой отец очень тебя любил и не хотел тебя посвящать в теневые стороны своей жизни. Для этого был выбран Алексей. И если бы что-то пошло не так, он пустил в расход бы Алексея. А ты бы остался чистым и пушистым. Вот так. Ты так спокойно об этом говоришь? Знаешь, когда я выходила замуж за Захара, я тоже была такой влюбленной, витала в облаках, в иллюзиях. Но он очень быстро спустил меня на землю. И я поняла, что если я буду свидетельствовать против него, то ты будешь расти без матери. Я не могла этого допустить. А сейчас-то мне что делать? Как? Как дальше жить, зная, что мой отец и муж моей сестры убийцы? Если я промолчу, я стану соучастником. Да никто об этом не узнает. Достаточно того, что я об этом знаю. Ну, хорошо. Если ты пойдешь в полицию, подумай, что ты разрушаешь жизнь своей сестры и Олеси. Ты готов на такую жертву? Готов. Пойми, что признание никого не может воскресить. Никого. Роман, ну, будь уже взрослым, ну, я прошу тебя. Это я во всем виновата. Я была слишком груба с ней. Она после нашей ссоры села в машину за руль. Толя, я себе этого никогда не прошу. Ладно, все-все-все, успокойся. Может быть, еще все обойдется. Надя! Наденька, 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 ты как, а? Боже мой, прости, такой глупый вопрос. Мне очень жаль. Мне так жаль, что так произошло все. Бедный малыш. Я думаю, ваш сын этому только рад. Ну, что ты? Ну, что ты, Надя? Не-не-не. Не надо говорить об этом. Ты что? Господи, Господи, какое горе. Кому горе, а кому радость. Господи, ведь нас с Димой теперь больше ничего не связывает. Только штамм в паспорте. Ой. Но и от него легко избавиться. Как, впрочем, и от меня. А мне без мужа и без ребенка. Зачем теперь жить на этом белом свете? Надя, ты что? Ну-ка, не смей. Даже думать так. Димка никогда тебя не бросит. Никогда. Ну, что ты, милая. Ну, все. Ну, все же будет хорошо, да? Пап, как Надя? Это правда, что она потеряла ребенка? Как же так? Так, это моя вина. Не надо было ее оставлять, отмыл. Ну, ладно, не вини ты здесь ни при чем. Послушай, ну, ты же тоже не можешь сутками с ней сидеть. И вообще догадаться надо было, если эта руль не пристегнута. Ну, что? Тсс. Сынок, все плохо. Можно к ней? Не можно, а нужно. Ты не оставляй ее. Как бы глупости она ни натянула. Она говорит, что без ребенка ты ее бросишь. И что ей незачем больше жить. Вот. Клара во всем этом виновата. Вот если бы она тогда на работе Димки не появилась, то... Света, ты хоть сама себе-то не ври. У Димы с Надей еще вон до появления Клары проблемы начались. Вот ты сейчас на чьей стороне, а? На стороне сына. И тебе советую там же быть. Надь, я приехал, как только узнал. Мне очень жаль, что так произошло. Это ты виноват. Если бы ты мне не изменил, то ничего бы не случилось. Да я не изменял тебе, Надь, ты что? Дима, перестань, но я ведь все видела. Как ты ночевал в кабинете с этой... Да, я ночевал. Но между нами ничего не было. Мы случайно там столкнулись. Катя, то есть Клара, она не могла поехать домой, поэтому... Господи, опять эта Клара. А знаешь что? А если я тебе не нужна, то уходи. Просто уходи. Я не хочу и не буду обременять с собой твою жизнь. Особенно теперь, когда нашего малыша больше нет. Мне незачем больше жить. То есть ты хочешь сказать, если... Если я уйду, то... То ты... Ты же сама ее видела, пять минут назад. Дима, ты должен позаботиться о жене. Она ребенка потеряла. Она нуждается в заботе и внимании. Ну, я разве с тобой спорю? Ты услышишь меня? Мать плохого не посоветует. Вам брак надо сохранить. Вы молоды, вы здоровы, у вас еще будут дети. А Надюша, она сейчас нуждается в поддержке. Димка, а отпуск возьми на работе. Мам, ты не обижайся, ну, давай я с своей женой разберусь с тобой. Да ты уже разобрался. Ты связался с какой-то бабой на работе. И жена потеряла ребенка. Ни с кем я не связывался. Я сама видела это видео. Мам, что ты от меня хочешь? Чтоб ты брак сохранил. Зачем? Ну, как зачем? Дима, я не договорила. Да, имей в виду, я никогда не признаю эту твою преступницу. Разведешься, потеряешь не только жену, но и мать. Ну, замечательно ты. Не вмешивайся в жизнь сына. Толя, только не начинай. Это что, ультиматум? Ты забыл, с кем разговариваешь? Да ничего я не забыл. Только вы меня тоже опоймите. Если пацан заговорит, он сдаст нас обоих. Нет, а чего? Я и так сижу. А вам есть что терять? Слушайте, ну, подключите вы связи. Можете его как-то отмазать. Ну, пусть, я не знаю. Пусть его невменяемым признают, что ли. Это было твое предложение. Значит, это твоя проблема. Тебе ее и решать. Уберешь мальчишку до того, как он откроет рот. А если нет, я уберу тебя. Совсем берега попутал. Ну что? Похоже, пора отправлять нашего хваленого призрака на пенсию. Раз он не может самостоятельно решить эту проблему, значит, он мне не нужен. Позаботься об этом. Как скажете, босс. Аллочка. Да? Олеся не поднималась? Поднималась. Она уехала в клуб. Приблизительно полчаса назад. В клуб? Да, в клуб. Судя по одежде, вряд ли в таком куда-нибудь еще можно пойти. Ничего не сказала, в какой именно клуб поедет? Одна или с подругами? Нет, она мне ничего не сказала. Сам разберусь. Чувствую, вечер будет веселым. Анжела, привет. А скажи, пожалуйста, сегодня Олеся тебе не звонила? Да. Понял. Вот, дружище. Знаешь, что я поняла? Что, когда напиваешься, все проблемы. Надо было раньше это начать практиковать. Вот. Ну, конечно. Давай, давай, руки. Я хочу. Бежим. 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 Девушка, скажите, я не мог вас видеть на обложке глянцевого журнала? Подкат банальный, но сегодня прокатит. Елисей, профессиональный фотограф. Скажите, а вы не хотите стать топ-моделью? Олеся, помощник следователя. Не, папа олигарх не одобрит. Помощник следователя? Ага. Папа олигарх? Интересное сочетание. Не для вас. Я никогда не фотографировал помощника следователя. Вы не хотите устроить профессиональную фотосессию? Сейчас. А давай. Давай. Давай, давай. Вот у модели я еще не была. Только дурой. Супер. Ну да. Ну ты вообще молодец. Привет, Рит. Олеся еще здесь? Привет, Ром. Давно не виделись. Где Леся? Когда я выходила, она с каким-то парнем танцевала. Олеся сегодня очень странная. Слушай, я тут домой собралась, а не хочешь ко мне на кофе заглянуть? В другой раз. Спасибо за помощь. Как всегда. Все, туса закончена. Поехали домой. Никуда я с тобой не поеду. Мне и здесь хорошо. Я вон бойфрента нашла. Как тебя зовут, кстати, забыла? Елисей. Ой, Елисей. Имя-то какое красивое. А мне мое. Олесь. Мне очень нравится. Елисей. Проститка. Исчезай. Бро, не борзей. Чика со мной. Найди себе другую, окей? Посмотри на меня. Ты что принимала? Котельчик, че? Эй. Не он случайно угощил? Оставь девушку в покое, окей? Поехали. Я тебе сказал, оставь. Нет, че творишь? Ты че творишь? Ты прекрати. Че ты делаешь-то? Так, у меня создание уронельно нашла. Мужлан. Ну, ты мужлан. А еще друг называется. Ну, почему мне так на мужиков не везет, а? Почему? Потому, что ты их не там ищешь. А, понятно. Ромка, а ты знаешь, что у тебя просто шикарные ресницы? Угу. И губы. Тоже вроде ничего. И вообще ты ай-яй-яй. Что значит ай-яй-яй? То значит. Не будь ты моим дядюшкой, я бы ух. Чего ух? Да ладно, поехали. Тьфу. 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 Катя! Катя! Блин, Мить! Ты чего, офигел? Ты чего сюда забралась? Чего-чего от призрака прячусь? Я думала, это его люди. Подожди, а ты чего здесь? Ты же должен быть дома. Должен? Да не хочу просто там один торчать. Почему один? У тебя же жена или она куда-то уехала? Ну, вроде того. Ты не против, если я здесь переночую наверху? Ну, если у тебя не будет никаких проблем, то я только за. Если честно, как-то здесь жутковато одно и на отшибе. Ну, давай, проходи. Я ужин приготовила. Будешь? Да. Пилася! Я пьяна! Не понял. Это что такое? Опа, привет! Папа, это я во все тяжкие пошла. Рома, что это с ней? Напилась. Олеся же не пьет. Я бы так категорично не утверждал. Олесь, хватит. С тебя на сегодня хватит. Ты меня не любишь. Меня никто не любит. И что? Она теперь все время будет так напиваться? Не думаю. Но какое-то время ее надо проконтролировать. Этот подонок Даниил, он не стоит того. Надо было сразу ей все рассказать. Пострадала бы маленько и успокоилась. Что значит сразу рассказать, а? Вы что, все знали? Знали, что он предатель и ничего мне не сказали? А ну, пошли. Позволили мне его оплакивать? Потратить годы жизни на поиски его убийцы? Дочка. Годы. Дочка, ты не так все поняла. Ради чего? Да что тут непонятного-то? Вы оба предатели. Я уезжаю. Куда? Добрые люди примут. Подожди. Дай помогу. Отвали. Отвали! Лесь! Да, уже нужен нам сосиски на костре. Это бомба. Чего ты? Да, вспомнил тут, как мы костер развели в нашем столе. Точно! Мы же его чуть не сошли. Мама твоя ругалась тогда. Ох! Папа тогда нам лекцию такую прочитал, противопожарную. Мне кажется, я до сих пор каждое его слово помню. Было время. Беззаботное. Да. Как они, кстати, твои родители поживают? Да очень хорошо. Мама занимается тем, что влезает в мою личную жизнь. Наверное, уже успела это заметить. Да ладно, не обижайся на меня. Она это делает, потому что любит тебя. Поверь моему опыту. Круто, когда есть мама, которая тебя любит, семья, которая тебя любит. В общем, люди, которым ты не безразличен. Да, звучит красиво. А на самом деле, это вынос мозга. Чего? Да ничего. Хорошо с тобой. Уютно. Как в домашних тапочках. Спасибо. Меня еще с тапочками никто не сравнивал. Ой, прости. Олеся звонит. Странно. Алло. Да, Олесь. Какими судьбами? Олесь, да ты чё, пьяная, что ли? Да нет, вообще не проблема. Приезжай. Адрес? Какой у нас адрес? А давай я тебе сейчас геолокацию скину. Да, Олеся, только ты пообещай, что ты не будешь садиться за руль, а возьмешь такси. Окей. Давай, жду. Что случилось? Сейчас выясним. Ну, она пьяная, в Зюзю. Хочет сюда приехать. Ты не против? Да нет, конечно. Пускай приезжает. Олеся пьяная. Ты ничего не путаешь, она ж вообще не пьет. Вот это-то и пугает. Так, это тоже может пригодиться. Ну, что ты творишь? Что, не видишь? Я от вас ухожу. Куда? Тебя это не касается. Это не твое дело. Я свободная, независимая женщина. Если не скажешь, куда едешь, я тебя из дома не выпущу. Не имеешь права. Я не твоя собственность. А ты меня останови. Ты зануда. Я еду к Кларе. Доволен? Потому что она самая порядочная, чуткая из всех, кого я знаю. И она меня понимает. Жалеет. Сейчас я буду вызывать такси. Ну, если к Кларе, то ладно. Только я тебя туда отвезу. Вот еще. Нет. Олесь, в таком состоянии я не дам тебе сесть в такси. Выбирай. Или я тебя туда отвезу, или я запираю тебя в комнате. Ты меня в комнате запрёшь, а я в окно выпрыгну. Это глупо. Оставаться в доме с предателями я тебя никогда не прощу, понял? Дай хоть чемодан отнести, помогу. Вот упёртая. Ну что, еще не приехала? Неа. Ну, по идее, скоро должна быть. Мить, а ничего, что она тебя здесь увидит? Ну, в смысле, в такое время, рядом со мной. Ну, мы ж ничего такого не делаем. Ты права, надо избегать этих пересудов. И так проблем хватает. Ну, в любом случае, ты сегодня мне очень помогла. Чем? Я же ничего такого особо не сделала. Ну, ты была рядом. Иногда этого больше, чем достаточно. Объел. Ладно, пойду одеваться. Ничего, проспится, переболеет с похмелья, мозги на место и встанут. И это. Замуж ей надо. Свадьба. Детки. Отплекут Олесю от ненужных мыслей. В принципе, ты прав. Мне кажется, что она сейчас вряд ли захочет с кем-то встречаться. А мы поговорим. Убедим. Я вот Ромку попрошу. Он на нее влияние имеет. Ой, пожалуйста, ну не надо сюда Рому впутывать. Давай лучше я сама с ней поговорю по-женски, м? Ну, вот и славно. А знаешь, в чем прикол всей этой ситуации с замужеством? В чем? В том, что если бы они не были воспитаны как родственники, то Роман и Олеська были бы прекрасная пара. И денежки семейные не утюкли бы на сторону. Ой, Леш, ты даже сейчас о деньгах думаешь? Ну, я всегда о них думаю. О-о-о! Друженькая родная, пусти меня. Только ты у меня, кроме тебя, никого не осталось. На этого не смотри, он тоже предатель. Ты представляешь, что я сегодня узнала? Мой Данил, оказывается, козел. В смысле козел? А вот так вот. Он использовал меня с самого начала, шпионил за моим отцом. И чтобы подобраться к нему, влюбил меня в себя. Представляешь? Да ладно. Промышленный шпионаж. Вот. Он самый. У самого жена и сын. Вот говнюк, а! Так куда идти? Там на втором этаже я спальню подготовила. Давай я тебе помогу. Да не надо, сама. Не хочу больше видеть этого предателя. Окей, давай только осторожно по лестнице, хорошо? Слушай, вы почему ей про Данила сразу не сказали, а? Я ей сразу говорил, что он козел, но ты думаешь, она меня слушала? Ей было семнадцать, зациклилась на этом уроде, как ненормально. И вот результат. Да, я думала, это у меня проблема. А чья это дача? Да так, одного друга детства. Ого, какой тяжелый. Она насовсем из дома ушла, что ли? Надеюсь, нет. Давай я в дом занесу. Давай. Проходи сюда. Вот здесь оставляй. Они все меня предали, понимаешь? Я им никогда не прощу. Понимаю, понимаю. Все, все, ложись спать. Ложись. Все, все, не плачь. Спи, я рядом с тобой посижу. Все, 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 все. О, доброе утро, бунтарка. Держи. Вот твой антипохмелин. Спасибо. Башка раскалывается. Ты прости меня за вчерашнее. Я совсем не умею пить. Слегка перебрала. Слегка? Слегка, это мягко сказано. Милая дача. Твоя? Митькина. Ну, в смысле, Дмитрия. Я здесь нахожусь в рамках программы по защите свидетелей. У нас в следственном нет такой программы. Хотя, ладно, пускай будет. Слушай, ну, выяснилось, что у Призрака запущено еще пара квестов. Возможно, я являюсь одной из их мишеней. Поэтому мы решили, что безопаснее будет отсидеться здесь. Ну, тогда понятно. Ты родителям позвонила? Наверняка они беспокоятся. Не буду я им звонить. Они меня предали. Да, Роман сказал. Знаешь что, я думаю, что они просто пытались защитить твои чувства. Ромка тоже предатель. Он все знал. Олесь, это не предательство. Это так делают, когда близкие хотят защитить любимого человека. Ты должна радоваться, потому что не у всех есть такая заботливая семья. Ты на работу, кстати, не опаздываешь? Нет. Я увольняюсь. Нечего мне больше следственным делать. В смысле? Ты что, реально хочешь сказать, что все это время работала в следственном только для того, чтобы найти Призрака? Ну да. Так я понимаю твою семью и почему они тебе не рассказали правду. Если ты так отреагировала на смерть Данилы, то как бы ты отреагировала на его предательство? В петлю полезла бы? В семнадцатый лет. Скорее всего. Вот и я там же, Олесь. Дмитрий скоро приедет. Не знаю. Он мне не говорил. Интересно, у вас с ним отношения? Нет у нас никаких отношений. Мы с ним просто друзья. Да знаешь, не верю я в дружбу между мужчиной и женщиной. Особенно так быстро вспыхнувшую. Обычно один из них дружит, а второй обязательно влюблен. Сразу видно, что ты огромный спец в этой теме. Есть будешь? Угу. О. О, твой друг приехал. Легок на помине. Ничего он не мой. До ночи. Привет. Привет. Ты чего приехал-то? Олеська уже проснулась. Ты же вроде не хотел светиться. Я сначала хотел позвонить, а потом подумал, что такие вещи не сообщают по телефону. Ты о чем? Что случилось? Что-то с сетей Людой? Нет, не с ней. Твоего крестного сегодня убили ночью в тюрьме. Мне очень жаль. Как убили? Катюш, это я виновата. Это… Это из-за меня все убить. Убить. Катюш, успокойся. Не убивайте-то. Привет. А что происходит? Я что-то не поняла. Ну, наконец-то. Я уже думала, ты ко мне никогда не приедешь. Меня здесь все бросили. Муж заходил с утра буквально на пару минут и испарился. Свекру как всегда на меня наплевать. Ну? А от дуры свекрови ждать нечего. Только ходит, ноет и читает нравоучения. Вот думала, лучшая подруга приедет навестить, поддержать. Но нет. Ты вчера так и не приехала. Знаешь, ты всегда была для меня идеалом. Красивая, умная, утонченная, талантливая. Я всегда мечтала быть такой, как ты. До вчерашнего дня. Лада, не пугай меня. Что вчера произошло такого, что ты во мне так разочаровалась? Ты чудовище. Что? Ты вообще как смеешь меня оскорблять? Надя, я все знаю. У тебя не было выкидыша. Ты попросила Эдуарда Карловича сделать тебе аборт. Я просто не понимаю, как можно быть таким человеком, чтобы убить собственного ребенка. Тебе до родов всего ничего оставалось. Я все расскажу твоему мужу. Пусть он знает, какая ты на самом деле. И больше мы не подруги. А ну, стой! А теперь послушай меня. Ты никому и ничего не расскажешь. Иначе я тебя убью. Поняла? Мне больше нечего будет терять. И это не пустая угроза. Ты даже не представляешь, на что я способна, чтобы сохранить свою семью. Я уберу на своем пути любого, кто будет мне мешать. Поняла? Знаю, я забыл.